У севастопольских яхтсменов появится база парусного спорта. Новый объект будет построен в 2022 году на участке в районе бухты Казачий, который закреплен за школой Олимпийского резерва номер один. Об этом на заседании севастопольского правительства сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко. На сегодняшний день данный вид спорта не имеет собственной базы с водной гладью для того, чтобы организовывать нормальный тренировочный процесс. В связи с тем, что данное мероприятие не вошло в ВЦП развития Крыма и Севастополя, мы провели соответствующую работу с Министерством спорта Российской Федерации и изыскали возможность получения субсидий на реализацию строительно-монтажных работ. По словам Сергея Резниченко, на создание базы парусного спорта из федерального бюджета в Севастополе будет направлена субсидия. В размере 348 миллионов рублей. В нынешнем году специалисты планируют закончить проектирование объекта. К строительно-монтажным работам приступят в 2022 году. Кроме того, по словам главы профильного ведомства, на приведение спортивной инфраструктуры города-героя в соответствии с федеральными стандартами в 2022 году будет предоставлена субсидия в размере 21 миллиона рублей, а в 2021 город получит еще 15 миллионов. Данные средства будут направлены на укомплектование до федеральных стандартов спортивной подготовки двух школ Олимпийского резерва. Это школа Олимпийского резерва номер 8, которая культивирует греблю. Наша девочка еще и кандидат в Олимпийскую сборную с данной школы. И, соответственно, наша школа Олимпийского резерва номер 1. Данное средство будет направлено исключительно на школу Олимпийского резерва для закупки необходимых плац-средств, специализированных тренажерных комплексов и так далее. Кроме того, сообщил Сергей Резниченко, в ближайшее время в городе Героя будут построены два физкультурно-оздоровительных комплекса в районе улицы Летчиков и в поселке Любимовка. Также городские власти планируют создание девяти дополнительных спортивных площадок. Данные площадки все, кроме одной, будут построены в рамках коллективных обращений граждан по согласованию с главой муниципальных образований. Эти перечни уже согласованы. Соответственно, это улица Босманская, 5, Корчагина, 16, Одинцового, 11, Юбилейная, 2, село фронтовое, генерал Острякова, 144, Вокленчука, 18, Юмашева, 9, Теолецкого, 13.